Здравствуйте, коллеги! Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами будем говорить о типичных пациентах высокого риска, которым необходимо усиление антитромботической терапии в соответствии с новыми рекомендациями. Что такое новые рекомендации? Они включают в себя изменения номенклатуры, и это очень важно. Термин «стабильная ишемическая болезнь сердца» изменен на хронический коронарный синдром, а правильно будет на хронические коронарные синдромы, чтобы, во-первых, лучше отразить различные клинические сценарии течения заболевания, и очень важно подчеркнуть постоянно сохраняющийся высокий риск возникновения инфаркта и инсульта, и, соответственно, смерти, то есть атерокромбозов. Антитромботическая терапия при синусовом ритме. Какие на сегодняшний момент существуют рекомендации? Аспирин 75-100 мг, заметьте, 150 мг уже нет. Рекомендован у пациентов с инфарктом в анамнезе подтвержденном или с проведенной ревоскулиризацией. При этом при всем аспирин 75-100 может быть рекомендован пациентам и без инфаркта в анамнезе, но с доказанной хронической коронарной болезнью методом визуализации. Методов есть несколько. Дальше, коллеги. Обрел свое, скажем так, более понятное нам место клопидогрель. Да, он рекомендован как альтернатива аспирину у пациентов с непереносимостью. Таких пациентов немного, но при этом при всем. Клопидогрель 75 мг более рекомендован, чем аспирин у пациентов с ишемическим инсультом или те в анамнезе и с периферическим атеросклерозом. То есть произошла такая хорошая дифференциация аспирин-клопидогрель в монотерапии. Но самое важное, появился новый подход при синусовом ритме. Пациентов с астенокардией или, правильно, с хронической коронарной болезнью, с хроническим коронарным синдромом, возможно добавление второго антитромботического препарата к аспирину. У пациентов с высоким риском и с умеренным риском ишемических событий, но без высокого риска кровотечения. Очень важный момент. Здорово появился новый подход при синусовом ритме – двойная антитромбоцитарная терапия. То есть, по сути дела, на сегодняшний момент мы уделили больше внимания, не мы, мировая, скажем так, кардиологическая общественность пациентов с синусовым ритмом и, самое главное, к профилактике атеротромбоза. Но очень важно. Высокий риск кровотечения – это в первую очередь внутричерепное кровоизлияние или ишемический инсульт в анамнезе. Ну, а также другая внутричерепная патология и то, что мы знаем – желудочно-кишечное кровотечение, старческий возраст, ну и гемодиализм. Тут для нас важно обратить внимание на то, что пациенты все-таки с инсультом в анамнезе, ну, по сути дела, с любым инсультом в анамнезе – это пациенты с высоким риском кровотечения, и они остаются на монотерапии аспирином или клопидогрелем. Дальше. Второй препарат к аспирину. Какой у нас есть выбор? Да, это клопидогрель, просугрель, тикогрелор и ревороксабан. Ну, наиболее часто после инфаркта миокарда у пациентов с хорошей переносимостью антидропоцитарной терапии в течение первого года к аспирину все-таки назначается 75 мг клопидогреля. Но в этой ситуации сегодня мы с вами проговорим все-таки, что есть и предпочтение тогда, есть и пациенты, которые имеют большую выгоду от сочетания аспирина и ревороксабан. Давайте рассмотрим клинический портрет пациента с синусовым ритмом. Ему 55 лет, он, в общем-то, не имеет ожирения, хотя есть небольшой лишний вес, и он имеет типичную сжимающую боль за грудиной при физической нагрузке, которая, в общем-то, длится недолго, 2-5 минут. И да, это, в общем-то, повод районному кардиологу поставить диагноз ИБС. Хотя, соответственно, с новыми рекомендациями все-таки необходимо провести коронароангиографию. Ну, давайте в этой ситуации быть все-таки в наших реалиях. Здорово, ему повезло, у него нормальное артериальное давление, но вот плохо, курит с 18 лет, и это очень существенный нюанс, анамнез. Ну, вопрос, какую антитромботическую терапию мы можем порекомендовать нашему пациенту? Ну, или, скажем так, какую он уже сам себе назначил, потому что он уже тоже грамотный, наши пациенты грамотные, нагугленные, и они, скажем так, понимают, что да, действительно, аспирин – это важно и нужно. Поэтому я хотела бы обратить ваше внимание, что пунктом А в ответ на этот вопрос есть аспирин, и вот очень интересный момент, не просто аспирин, а 100 миллиграмм и защищенного аспирина. На сегодняшний момент является, в общем-то, стандартом, золотым стандартом защиты слизистой оболочки желудка. Это оболочка, кишечно-растворимая оболочка, которая, в общем-то, обеспечит то, что не будет ульцерогенного действия аспирина. Аспирин – достаточно простой препарат, да, но мы можем это посмотреть, насколько, какое количество наших есть украинских препаратов аспирина. Но очень важно защитить желудок, и очень важно защитить его, ну, скажем так, не просто какой-то тоненькой оболочкой, в которой основа крахмал. Важно защитить качественной оболочкой. И вот, в общем-то, фирма Байер потратила очень много усилий, очень много времени для того, чтобы создать эту многослойную, лакированную оболочку, которая, ну, однозначно у большинства пациентов уберегает аспирин кардио от растворения в желудке и местного повреждающего действия. Очень важный момент, что в этой ситуации даже аспирин кардио все-таки не стоит принимать на пустой желудок. Почему? Потому что, ну, вот нужно понимать, что есть еще и дуоденогастральный рефлюкс, и, в общем-то, то, что может ощелочить, ощелачивание, привести к ощелачиванию, скажем так, правильно, нижних отделов желудка. И, в общем-то, даже самую хорошую лакированную оболочку может растворить. Поэтому все-таки после еды – это важно. Вот, и тут очень важный момент – дозы. Интересная зависимость, или, скажем так, отсутствие интересной зависимости. Если меньше, чем 100 мг, особенно если меньше, чем 75 мг, то, в общем-то, вот этого эффекта антитромбоцитарного эти пациенты не получают. А если увеличивается доза, особенно она увеличивается больше, чем 325, пациенты тоже не получают этого такого важного и нужного антитромбоцитарного эффекта. Вопрос, почему, на сегодняшний день остается открытым. Но при этом, при всем есть четкая, скажем так, характеристика дозы 100 мг. Она оптимальная. И это очень важно, особенно если еще аспирин идет в качественной оболочке. Ну, и в этой ситуации, давайте скажем, что наш пациент должен получать аспирин. А мы в этой ситуации и не против. Он и сам его получил. Уже, вероятно, сам себе назначил. Но при тщательном сборе анамнеза, а тут важно, тут такой анамнез и такой уже возраст, и жалобы, что анамнез должен быть тщательный. И он говорит, что у него часто мерзнут ноги. А мы еще и выясняем, они с молодости у вас мерзнут. Ну, мало ли, может быть, какая-то особенность сосудистого тонуса. Нет, как оказывается, эта ситуация возникла и пришла со временем. И вот тут очень важно, какова же наша дальнейшая тактика в отношении обследования пациента. И в этой ситуации мы с вами должны, безусловно, заподозрить у нашего пациента заболевание периферических артерий. И очень обидно, что в конечном итоге оказывается, что большинство пациентов, больше 60% пациентов, у которых уже есть ишемическая болезнь сердца, есть и заболевание периферических артерий. Три из пяти пациентов с диагностированным заболеванием периферических артерий имеют атеросклероз другого бассейна. Ну, вот согласно данных Большого регистра РИЧ. И это, к сожалению, очень плохо, потому что многососудистое поражение, многобассейновое поражение, к сожалению, суммируется в негативный прогноз нашего пациента. Давайте все-таки поговорим о заболевании периферических артерий. Конечно, оно связано с риском сердечно-сосудистых событий, так же, как и, к сожалению, с риском ампутации. Ну, неизвестно, что хуже, да, жить без ноги или в конечном итоге жить с тяжелой сердечной недостаточностью после инфаркта или умереть от инфаркта. То есть и то, и другое есть плохо, и то, и другое есть следствием атеросклероза. И вот тут очень важный момент. Так, что-то у меня... Очень важный момент. А симптомное заболевание периферических артерий, оно же существует, вот у него оно длительно было бессимптомное, потом только проявилось тем, что, в общем-то, зябкость конечностей. Тоже имеет, скажем так, ассоциацию со смертностью сердечно-сосудистой 9%, но курение, гиперхолестериномия, гипертензия, диабет, коллеги, очень важно. Возраст определенный, стиль жизни приводит к тому, что симптомное заболевание переходит в симптомное, потом еще в более симптомное, что впереди у нашего пациента, перемежающаяся хромота и в критическую ишемию конечностей. То есть атеросклероз стенозирующий переходит все более и более стенозирующий, а потом и в атеротромбоз. И это ведет, к сожалению, к большому количеству ампутаций, и это ведет к еще большей сердечно-сосудистой смертности. Вот когда следует обязательно, скажем так, поискать заболевания периферических артерий у пациента, с диагностированной ИБС. И на сегодня у нас есть эти европейские рекомендации, и они уже не такие новые, 2017 года. Это показания для определения лодыжечного плечевого индекса. Очень простая манипуляция, коллеги, но пока что, скажем так, не прописана на наших внутренних, скажем так, скрижалях диагностики пациента. Кому? Пациенты с подозрением на заболевание периферических конечностей. Какие это пациенты? Отсутствие или значительное ослабление пульса на артериях нижних конечностей. Может быть асимметричное. Дальше. Хромота или другие симптомы ишемии. Вот другие симптомы ишемии наш пациент уже, в общем-то, нам и продемонстрировали вначале. Раны на конечностях, которые плохо заживают. Вот тут и сами мы уже быстро понимаем, и пациенты уже это понимают. Дальше. Пациенты с риском. То были с подозрением, а вот это с риском заболевания периферических артерий. Те пациенты, которые имеют атеросклероз в других бассейнах. ИБС. Сопутствующие заболевания, которые, ну скажем так, кричат нам о том, что есть атеросклероз, аневризма брюшной аорты. Сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек. И очень часто мы должны эту ситуацию применить даже у пациентов без всяких симптомов и как бы без подозрений. Возраст старше 65 лет, возраст младше 65 лет, но с высоким риском. И возраст больше 50 лет, но с семейным анамнезом заболеваний периферических артерий. Так вот, мы с вами должны определить лодыжечно-плечевой индекс. Мы должны доказать, что в конечном итоге на ногах давление больше, чем на руках, для того, чтобы исключить заболевания периферических артерий. То есть лодыжечно-плечевой индекс – это соотношение максимального систолического давления на лодыжке к максимальному систолическому давлению на плечевой артерии. И вот очень важный момент, я прошу прощения, этот индекс должен быть больше единицы. Он редко бывает больше, чем 1,4, но он часто у пациентов с ЭБС бывает меньше единицы. Поэтому посмотрите на нашего конкретного пациента. Систолическое давление на левой голени – 104, на правой – 112, на левом плече – 138, на правом – 142 мм ртутного столба. И там, и там лодыжечно-плечевой индекс, и справа, и слева – 0,8. И значит, мы диагностировали заболевания периферических артерий. Мы диагностировали наличие двух бассейнов атеросклеротического поражения. О чем это нам говорит коллеги? Регистр РИЧ четко демонстрирует, что у пациентов с ЭБС с сопутствующими заболеваниями значительно повышен риск сердечно-сосудистых событий. Но у нас в данном случае заболевания сопутствующие – это заболевания периферических артерий. Давайте с другой стороны подойдем. Заболевание периферических артерий связано с двукратным повышением риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с ЭБС. То есть, оказывается, если пациент имеет генерализованный атеросклероз, заболевания ЭБС и периферических артерий, значит, риск его умереть к концу четвертого года наблюдения будет в два раза больше, чем если бы у него было только ЭБС. Поэтому новые руководства четко говорят, что мы должны добавить второй антидромботический препарат к аспирину для длительной вторичной профилактики. Это очень важный момент для длительной вторичной профилактики у пациентов высокого и умеренного риска ишемических событий без высокого риска кровотечения. Вот в данном случае, что такое высокий и средний ишемический риск. Диффузное многососудистое поражение коронарных сосудов с одним или более из нижлежащих признаков. Сахарный диабет, повторный инфаркт, заболевания периферических артерий и хроническая болезнь почек со сниженной клубочковой фильтрацией меньше, чем 60 мл в минуту. Средний ишемический риск – все то же самое, при этом при всем один или больше нижележащих признаков. И вот заболевания периферических артерий и сахарный диабет тоже, коллеги, входит и туда, и туда. Поэтому какие пациенты с различными сопутствующими состояниями все-таки получат наибольшую пользу от сочетания аспирина и ксорелта 2,5 мг 2 раза в сутки. Конечно же, только при благоприятном профиле безопасности. А вот смотрите, пациенты с двухсосудистым поражением. Два бассейна. Это важно. И БС, и заболевания периферических артерий. И вот эти пациенты наибольшим образом выиграют от сочетания, скажем так, антитромботических, ну и можем сказать, антикоагулянтных свойств этой комбинации аспирин и 2,5 мг ксорелта 2 раза в сутки. Ну, наш пациент обследовался и дальше. И, к сожалению, скажем так, произошло сладжирование различных заболеваний, которые, к сожалению, усиливают риск. Оказалось, что глюкоза крови составляет натощак 9,2 ммл и уровень гликированного гемоглобина 8,5 мл. Мы в конечном итоге в первый раз диагностировали сахарный диабет, который у него уже, судя по всему, к сожалению, давно усиливает этот риск. Усиливает, безусловно, сахарный диабет, то состояние, которое усиливает сердечно-сосудистый риск, потому что пациенты с сахарным диабетом умирают в основном от сердечно-сосудистых катастроф. И вот опять мы возвращаемся к вопросу, какие же все-таки категории пациентов наибольше выиграют от сочетания аспирина с ксорелтой. И, оказывается, пациенты с сахарным диабетом тоже активно выигрывают. Поэтому новое руководство. У пациентов с диабетом и хроническим заболеванием педиферических артерий, симптомными, без высокого риска кровотечения, следует рассмотреть комбинацию ривороксабана 2,5 мг 2 раза в сутки и аспирина 100 мг. Изменился бы наш подход к антидромботической терапии? Ну, конечно, мы бы в этой ситуации назначили пациенту и аспирин, и ксорелта. Но это важно, коллеги. Вот тут очень правильно вот этот ответ С. Но наш пациент оказался человеком, активно подверженным собственному мнению по поводу количества лекарственных препаратов или количества лекарств, и остался на монотерапии аспирина. А вот через некоторое время начал жаловаться на боль в ногах при ходьбе на расстоянии более 600 метров. То есть у него прогрессирует заболевание периферических артерий. Ну и в этой ситуации, естественно, прогрессирует атеросклероз и приближается атеротромбоз. А возможно, он и присутствует там уже у нашего пациента. Посмотрите, как важно понимать выгоду от сочетания ксорелта 2,5 мг 2 раза в сутки и аспирина 100 мг у пациентов с ИБС и заболеванием периферических артерий. Риск сердечно-сосудистых событий уменьшается в общем на 24%. Инсульта, коллеги, на 42%. И это мы говорим о пациентах с синусовым ритмом. С синусовым ритмом. Снижение риска смерти от любой причины на 18%. Риск повторного инсульта на 58%. И риск больших ампутаций на 70%. То есть, по сути дела, он выигрывает по всем сердечно-сосудистым рискам. И особенно в этой ситуации он выигрывает по поводу того, что он достаточно долго будет ходить, скажем так, на двух ногах. Поэтому в этой ситуации, безусловно, не стоит уговаривать пациента. Нужно просто ему сказать, что риски слишком большие для того, чтобы считать количество таблеток или, в общем-то, скажем так, спорить с доктором. Он должен получать аспирин 100 мг, иксорелта 2,5 мг 2 раза в сутки. Ну и давайте сделаем выводы окончательные. Пациенты с ИБС и заболеванием периферических артерий, а также с ИБС и диабетом, и, безусловно, те, которые и с одним, и вторым, и третьим заболеванием, получают клиническую пользу при оптимизации антитромботической терапии. А вот ксорелта – это, в общем-то, единственный ноак, который снижает риск сердечно-сосудистых событий, улучшает выживаемость таких пациентов, и очень важно, улучшает их качество жизни, если пациенты все-таки ходят самостоятельно. Но, кроме этого, очень важно, что ксорелта и аспирин – это эффективная профилактика инсульта и любых других сердечно-сосудистых событий, которые могут быть у пациентов с ИБС или с ИБС с заболеванием периферических артерий, или с ИБС с сахарным диабетом по исследованию КОМПОС. Дальше. Мы четко должны понимать, что атеротромбоз – это комплексное, скажем так, поражение. Так как есть сосуд, на нем атеросклеротическая бляшка, и на атеросклеротической бляшке формируется тромб. И вот тут мы четко сейчас будем говорить о комбинированной терапии. Мы с вами активно говорили о комбинированной терапии антигипертензивной. И, в общем-то, мы уже даже о некомбинированной не говорим. А сейчас мы с вами говорим о комбинированной терапии статинами на основе статинов, липидснижающей терапии на основе статинов. И антитромбоцитарной терапии, тоже комбинированной. То есть, по сути дела, на сегодня мы комбинируем все препараты, которые могут уменьшить риск атеротромбоза и риск смерти наших пациентов, у которых, очевидно, существует атеросклероз. Я заканчиваю, коллеги, выражением Фернандо де Рохаса, испанского писателя, что радостное выражение лица врача – начало выздоровления больного. Особенно, если доктор видит, что пациент понимает, слушает его пациенту лучше. Спасибо за внимание, коллеги. Продолжение следует...